Солнечная погода и позитивное настроение людей. Так встретил Кумертау гостей из Белебея. Принципиальный матч между южной и западной командой ожидалось с особой интригой. Ведь на кону выход в первую лигу. Несмотря на то, что наша команда играет во второй лиге, все же находятся настоящие любители футбола. И у каждого свое мнение. К сожалению, болельщиков очень мало. Качество поля очень плохое. Его надо же делать. И сегодня вообще стадион не тот, стадион, который был хотя бы 15-20 лет назад. Хотелось бы, конечно, чтобы администрация или кто-нибудь отникнулся к этому вопросу. И все-таки бы сделали для нашей молодежи прекрасный центр. Честно скажу вам, ездя много по России, вот такого комплекса, стадиона, как в городе Кумертау, ни у кого нет. Теперь непосредственно к футболу. В начале первого тайма команды начали осторожно, присматриваясь друг к другу. Пару ударов хозяев створ ворот соперника результата не дал. И здесь сыграла футбольная поговорка. Не забиваешь ты, забивают тебе. На 35-й минуте гостья забивает довольно курьезный гол. Счет 1-0 в пользу футбольного клуба «Белебей». После этого Кумертаусцы прибавили в атаки, где наибольшее количество проблем соперникам доставляли наши нападающие. Стоит отметить, что в середине первого тайма судья не ставит в ворота «Белебея» довольно спорный 11-метровый штрафной удар за игру рукой защитника. Также забегая вперед, хочется сказать, что в середине второго тайма судья не засчитывает взятие ворот гостей, рассмотрев в голевом моменте положение вне игры. Ну это на усмотрение судей. Судья я не видел или я не знаю, за него не буду говорить. Как бы люди говорят, что гол мы забили, как бы справедливый гол. Но здесь судьи все решают. Ошиблись судьи. Может, я не знаю, закрыли глаза на это. Ну ладно, играя игрой, как бы мы свои моменты не забили. Сами виноваты, будем работать. Второй тайм вновь начался с голевого шанса наших ребят. Буквально за 10 минут создали пару-тройку достойных моментов. Однако вратарь гостей выручил партнеров. Футбольному клубу Кумертау пришлось играть в открытый футбол, идя всей командой в штрафную гостей. В конце матча наши создали опасную атаку. Полузащитник прошел по флангу и прострелил в штрафную, но нападающий не смог замкнуть. Матч так и завершился со счетом 1-0 в пользу команды гостей. Футбольный клуб «Белебей» одержал волевую победу. Сложная была игра, конечно, но мы боролись как могли. В принципе, это... Мы посильнее можем играть. Просто, в принципе, дорога сложная была. У нас машина сломалась. Пришлось другую ждать. Мы в дороге были около 5-6 часов где-то. Вот из-за этого, в принципе, сложно было. Конечно, чуть не хватило сил. Как бы всю игру вели-вели. Одна ошибка и проиграли. Конечно, сами ошиблись, сами виноваты. Но еще как бы ничего не потеряно. План на следующую игру. Но также будем атаковать в «Белебей». Не будем скованно, как они, как бы, играть. Я думаю, мы там должны выиграть. Через неделю состоится ответный матч в городе «Белебей». Итог следующей игры выявит победителя в этой полуфинальной паре. И даст путевку в финал. Ну, скорее всего, в финале нам, если все пойдет хорошо, и мы надеемся все-таки на победу, в финале там уже практически ждет команда футбольного клуба «Стерльтамак». Хороший с нашим знакомый, который нас обыграл на юге уже два раза. Она практически после вчерашнего дня, после вчерашней победы, обеспечила себе выход в финал. Пожелаем нашей команде успехов в следующем матче. Город очень соскучился по профессиональному футболу. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова